Доступ к фонду Санкт-Петербургской президентской библиотеки имени Ельцина по всей стране и за рубежом обеспечивают всего около ста электронных читальных залов. Один из таких в ноябре оборудовали в Олимпийском университете. Здесь одним кликом мыши открывается целое хранилище цифровых копий уникальных документов российской истории. Фонд президентской библиотеки – это более 300 тысяч единиц материалов, включая коллекцию, посвященную Сочинской Олимпиаде. Ведь теперь это тоже важнейшая часть истории нашей страны. Также мы предоставляем возможность сохранить часть документа читателю на свой электронный носитель, какие-то страницы или фрагменты документа, который очень нужен для исследовательской работы. Пока электронным фондом могут пользоваться только студенты вуза, а уже в конце февраля в читальный зал президентской библиотеки смогут прийти все желающие. Нужно будет заполнить анкету читателя, получить именной логин и пароль, и затем воспользоваться рассмотром этих ресурсов уже у нас в электронном читальном зале. Работа с ресурсами библиотеки абсолютно бесплатна, поэтому читателей здесь ждут немало. Пока же залы библиотеки пустые. Студенты обычно приходят сюда перед защитой дипломов. К слову, студентам Олимпийского университета доступен целый ресурсный центр. Супер-современная библиотека с фондом в три тысячи изданий на разных языках. Книги по истории Олимпиады, коллекционные материалы, учебники по спортивному менеджменту и другие. Такие не найдешь в интернете. Оснащена библиотека по последнему слову. Так, например, получить и оформить книгу здесь можно без помощи библиотекаря. Каждый студент имеет такую ID-карту. Она является одновременно читательским билетом. Происходит авторизация. И книги записываются автоматически на аккаунт студента. И здесь же можно распечатать свой счет, чтобы видеть, когда студент должен принести ту или иную книжку. По такому же принципу книги принимает станция возврата литературы, которая для удобства студентов работает круглосуточно. Олимпийский университет пока единственный в России, и который оснащен такой удобной для читателей электронной системой, так популярной в Европе. Инга Габеши, Ольга Десятова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.